Депутаты Палаты представников Национального Схода Республики Беларусь протягивают работу в округах. У приватности Ирина Даугала сегодня наведала открытую студию на радиостанции «Гомель-Плюс». На протягу годины разговоры об тем, что интересно каждого из нас, начиная с особенностями реализации молодежной политики и международного сотрудничества до подрихтовки до проведения всебелорусского народного схода. Еще одна важная тема – удосконаливание механизма оплаты пошлины за корыстание автодорогами. Депутаты чекают пропону от самих водителев. По кольсеру наибольшь реальных мер – оплата сбору за конкретный термин корыстания дорогами. Найбольшь значной проблемой таким выпадком может стать организация контролю. Але принимать решение необходимо в любом разе. Зараз у Беларуси техничный огляд проходит только 14% транспортных сроков, что отмолным чином отбивается на безпец и руху. Еще одно питание, которое находится на контроле депутатов – мониторинг цен. В опошний час от насельництва поступают скарги на рост кошту айчинных и импортных продуктов харчования. Большой всплеск пошел условно на, конечно же, те продукты, которые не выпускаются в Республике Беларусь. В первую очередь подсолнечное масло, которое вдруг увеличилась цена практически в два раза. Порядка на 70% точно увеличилась цена. Естественно, такие продукты, как кофе, чай, рыбная продукция и так далее. То есть это то, что в Республике Беларусь как бы не производится. Поэтому вот это, тем более, то же самое, мониторится и смотрим, потому что действительно у людей должен быть тот продуктовый набор, который необходим для сбалансированного питания и жизни. Продолжение следует...